Спасибо большое. Мы закончили. Вот сюда направьте, пожалуйста, камеру. Кто? Да, 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 да. Ну вот смотрите, сейчас появилось очень много новых аппаратов, инсуфляторов, инсуфляторов для жидкости, скажем так, да. Это старая модель хамоэндомата. Ну, с моей точки зрения, это вообще лучший инструмент. Может, потому что я на нем много лет работаю, я к нему привычная. Сейчас появились новые аппараты для подачи жидкости, но, к сожалению, они все чипированы, и там надо все время вставлять разовый вот этот набор трубок. Вы должны, и получается себестоимость операции, конечно, становится огромной. Значит, чем, я не знаю, дальше будет продолжать выпускать компания Калшотт с хамоэндомат или нет, но с моей точки зрения, это вот такой уникальный аппарат, который вечный практически, если вы им будете правильно пользоваться. Значит, как он собирается, я вам просто хочу сказать. Вот сейчас у нас стоит система трубок разовая. Есть такая же многоразовая головка, к которой вы можете присоединять трубки, которые вы можете стерилизовать. Хоть представители компании Шторц не любят, когда я это говорю, но мы должны понимать, что реалии нашего дня. Вот такие разовые наборы трубок вы можете открыть на один день. Вы утром повесили, вечером вы его должны выбросить. Он стерилизации не подлежит. Стоимость этого набора в рублевом эквиваленте, вот такой вот набор трубок, стоит тысячу рублей на день. Если у вас там 20 гистероскопий, это оправдано. Хотя надо менять на каждую пациентку по тем требованиям, которые предъявляет европейское общество по охране и так далее. По типу FDA американский, есть такая же европейская ассоциация, которая предлагает это. Если у вас разовый набор, здесь многоразовая головка, сюда подсоединяйте разовые трубки, пожалуйста, вы можете из силикона их накрутить и хоть на каждую пациентку менять разовый набор. Я на один день ставлю разовый, многоразовый набор трубок на один день. Мы с утра им работаем, вечером отдаем стерилизацию. Или вот такие разовые, потому что тогда это тысяча рублей. В общем, цена, в которую можем, в принципе, уложиться. Теперь, что касается, как его правильно включать. Вот сегодня его уже включали, я уже осталась недовольна этим. Да, вы смотрите, да, всё, мы сейчас выключим, всё. Соберём, нет, аккуратненько, аккуратненько всё. Ну, ничего страшного, давайте я потом уже всё сделаю. Значит, когда вы начинаете с ним работать, первое, что вы сделаете, до того, как подсоединили трубки, вы должны его включить. Вот сейчас он должен начать пикать. Надо дождаться этого. Если не сбилось уже, вот, видите? И он автоматически выбирает режим гистероскопии. В зависимости от того, какие трубки вы подсоединяете, голубые или розовые, он тогда будет работать либо для гистероскопии, либо для лапароскопии, потому что такие же трубки есть лапароскопические. Да, да, сейчас гистер, всё, всё оставьте, да. Значит, мы теперь подключаем вот эти трубки. А, сначала мы делаем вот эту головку, одеваем головку, раз. Это мигает, продолжает мигать, пусть продолжает мигать. Всё, да. Для того, чтобы закрепить вот эту резиночку вот этими роликами, надо нажать на эту кнопку, надо ещё раз нажать, всё. Всё, у вас система готова к работе. Теперь режимы, которые мы выставляем. Значит, скорость подачи жидкости и есть внутриматочное давление. Скорость подачи, она всегда оптимальна 300. Не надо ставить 500-600, потому что у вас там красный японский флаг в матке. Если у вас красный японский флаг в матке, дело не в аппарате, а дело в вас. Что-то у вас там не так, что-то вы не так сделали, что-то вы не так настроили. Поэтому я вас умоляю, я иногда захожу в операционную и вижу, что вот здесь стоит на 500, вот это стоит на 200, и люди продолжают работать, делать гистроскопию. Потом мы удивляемся, откуда у нас появляются осложнения гистроскопические. Хотелось бы, казалось бы, простая операция, получаем иногда очень грозное осложнение. Поэтому держитесь этого, пожалуйста. Давление внутриматочное должно быть от 100 до 150, если вы делаете резектоскопию. Но на 100 резектоскопию делать очень сложно. Поэтому старайтесь держаться 120-125. Но 150 – это максимум, когда идет вот такая трансляция, и то часть воды у меня выливается назад в это время. Есть третий столбик, показывает аспирацию. Она может быть активной, может быть пассивной. Если вы хотите активно аспирировать, что я не советую, потому что у вас вода будет литься просто рекой, и вы не будете успевать, как урологи используют по 40-60 литров натур, так и вы будете много использовать жидкости. Но у нас разные органы. Вы должны понимать, что не надо этого делать. Можно тогда подключить и тогда нажать на кнопку. Я никогда не работаю с активной аспирацией. Я эту штуку вообще не подключаю, только подключаю для того, чтобы система была замкнута. Все приготовили, шланги подсоединили к банке. Что еще, если вы занимаетесь резектоскопией? Не работайте, вот этот шланг, вода, которая сливается, чтобы она не работала в систему. Где ваш шланг слива воды? Куда он? Вот он, да? Он подсоединен, видите, вся вода выливается в банку. Но очень много регионов, куда ты приедешь, вот этот шланг, они бросают в ведро или куда-то в кастрюлю, в какую-то, где идет открытая система. Когда вы работаете в такой полуоткрытой системе, не надо ждать, что этот аппарат вам будет хорошо помогать. Он вам будет показывать те показатели, которые вы выставили. Поэтому система должна быть замкнута. Когда у вас получится хорошая картинка? Если вы правильно настроили, если вы сделали белый баланс, если вы вот эту систему сделали замкнутой, и тогда вам аппарат будет показывать правильные показатели. Значит, мы все подсоединили. Когда вам нужно, чтобы аппарат все время постоянно сам... Вы будете регулировать подачу жидкости краником, который у вас есть на резектоскопе, потому что вы не можете работать двумя педалями. Есть педаль для подачи, для того, чтобы включать эндомат, есть педаль для отключения. Но ваша задача, чтобы у вас эта вода поступала, вы должны нажать вот на эту кнопочку, он у вас будет гореть, вот эта зеленая кнопочка, а краник вы будете открывать или закрывать у резектоскопа. Да, а прибор будет сам автоматически включаться и отключаться, и подавать жидкость. Что касается источника света, с этим вы хорошо знакомы. Тоже сейчас очень много разных источников света, про него, наверное, рассказывать не надо. Но электрогенераторы тоже самое. Сейчас появились новые электрогенераторы. Это старого образца автокон 400, второй автокон, который старая модель. Ну, очень надежная. Мы тоже работаем, я уже, не знаю, лет 15, я работаю одним автоконом. Да, но сейчас, так как вся тенденция идет к тому, чтобы делать все разовое оборудование, наверное, мы скоро столкнемся с тем, что мы будем каждый год принять аппаратуру. Да? Да? Ну, хорошо. Продолжение следует...